Добрый день, Роман. Война и политика в данном случае очень и очень идут рядом. Но сначала я бы все-таки, наверное, хотел высказать нашим турецким соседям через море соболезнования в связи с гибелью такого большого количества людей в результате землетрясения. Меня и кадры эти поразили, и реакция российской общественности поразила, если честно, которая написала, что это туркам за то, что они поставляют нам байрактары. Я вам хочу сказать, что в политике Турция и для Украины тоже неоднозначное государство. Но я точно знаю, что бы ни при каких обстоятельствах украинцы бы не радовались бы смерти детей, женщин и вообще людей в результате этого стихийного бедствия. Поэтому я желаю всем, кто может поправиться, поправиться. Ну и только слова соболезнования, потому что, да, такие мы вроде совершенные. И Илон Маск у нас, и спутники, и дальнобойные ракеты. Но есть вещи, которые просто человечество не может предусмотреть и передугать. Андрей Андреевич, я думаю, что вы наверняка со мной солидарны в этих словах. Начнем с вами поработать? Да, я тоже хотел бы присоединиться к вашим словам. Удивительно, такое количество сюжетов. Давно не было таких крупных землетрясений. Ну а реакция наших русских бывших братьев показывает, что мы, конечно, не один народ, да, мы два очень разных народа. Да, это понятно. И им, кстати, понятно тоже, в части того, что абсолютно прямым текстом на российском и государственном телевидении. Да, и сам Путин, он же об этом говорит прямо. Особенно в части, когда он там радовался ударами. Сказал, ну да, мы наносим объекты по энергоструктуре, инфраструктуре для того, чтобы все замерзли, умерли и сдались. Ну то есть, тут все понятно. Но, как говорится, если ты хочешь кого-то убить, уничтожить, истребить, то вполне возможно, дело повернется так, что с такими же целями придут в твой дом. И, Андрей Андреевич, мы так плавненько подошли к этой аббревиатуре, очень интересной, GLCDP, к этим ракетам на 150 километров. Что это значит? То есть, я правильно понимаю, что мы фактически договорились с нашими западными друзьями поставить нам все, что у них есть. Дискуссия о самолетах ведется тоже. И вот дополнительный вопросик. А вы разобрались в сроках поставки? Потому что кто-то говорит 9 месяцев, кто-то говорит, что у них есть уже изготовленная этой компанией первая партия ракет с дальностью на 150 километров. Нет, ну 9 месяцев это бред, это бомбы распространяет. Вы знаете, ведь мне здесь особенно заметно, масса информации появляется после каждого решения о поставке оружия. Ну что, во-первых, это будет никогда, там через год, а во-вторых, что это какие-то старые образцы и так далее. Ну это компа, это российская агентура работает активно. Потом все это транслируется, транслируется в российской. Ну за идиотов не надо считать, но через 9 месяцев война закончится. 9 месяцев. Все это будет в ближайшее время. Ну вот вы уже меня подвели как бы к более общим выводам по американской военной помощи. Западной в целом. Ну мы с вами обсуждаем эту тему весь год, каждый раз. Ну мы помним этот замечательный вопрос украинской журналисты, президенту Байдену, что сначала в Америке говорили, ни в коем случае нельзя отживили, это спровоцирует Путин, он сделает какие-то ужасные вещи. Потом нельзя галбицы, нельзя хаймерцы, нельзя патриотцы, нельзя танки и так далее. Когда же вы все-таки решитесь передавать все? Да, Андрей Ильич, давайте весь список нельзя перечислим. Точнее добавим одну опцию, самолеты. Нельзя самолеты. Да, нельзя самолеты. Но это тоже цикл прошел. И даже Байден где-то под ним, отвечая на вопрос на бегу, вроде бы сказал, что нельзя самолеты. А потом уже официальное заявление Пентагона было, что мы не возражаем против предоставления американских самолетов F-16 другими нашими странами, нашими союзниками. Но F-16 они по всему миру, и не случайно Рамштайн 9, 14 февраля, но это уже что? Это уже почти через неделю он назван авиационным. В день люблённых. Символизм некий, я тут вижу. Сейчас все пошло, большая символика по многому. Вот. Но вы начали GLS-DB. Это вот революционные изменения, конечно. Это второе после появления Хаймерсов. Ну, Хаймерсов с дальностью было 80 километров, сейчас 160. Американцы в милях там, это 100 миль и 150 миль. Ну, это значит, что русские должны свои склады, центр управления, всё отводить от линии соприкосновения на дистанцию в два раза больше. Это колоссальное изменение правил игры на фронте. Ну, вот, с целом, мне кажется, вот эта дискуссия, она закончилась следующей формулой. Ну, прежде всего, я напомню, мы знаем, что всё это было результатом каждого вот этого решения и сопротивления, что было результатом борьбы внутри американской администрации двух подходов к вопросу целей Америки в этой войне. Наша цель – это победа Украины, говорили Остин и Блинкин, и наша цель – не допустить поражения Украины, говорили господа Телеват и Бернс. Вот. Победила, каждый раз побеждала линия победы, и вот, наконец, мне кажется, выработалась финальная точка зрения. Мы даём Украине всё оружие, необходимое ей для победы, но с одним ограничением. Это оружие не должны, украинцы не должны наносить удары, собственно, по теории, по территории Российской Федерации. Ну, очень важный дополнительный вопрос, в связи с этим был задан Споксман. А Крым? А Крым. А он сказал, что Крым? А Крым – это территория Украины, так что тут никаких разговоров не могут по Крыму, могут хреначить с большим удовольствием. Ну, это ограничение, конечно, Украины не в восторге от этого обязательства, но первый раз об этом заявил министр Лезников на совместном заседании правительства и европейских комиссаров. Ну, он так говорил о том, что чуть ли не кровью мы расписали, что да, вот это мы не будем делать. В чём здесь принципиальная разница? Это решение, это очень хорошее решение, значит, всё, победила школа победы Украины, победа Украины обеспечена. Но кроме победы Украины было ещё другое пожелание, пока эта победа не достигнута, прекратить удары российской авиации, варварские атаки, преступные атаки на наши города. Да, каждый день гибнут мирные жители. Для этого как раз были необходимы ударные средства, которые могут наносить, которые могут быть направлены на цели на территории Российской Федерации. Об этом ещё генерал Залуж написал не в той статье знаменитой, не в интервью «Экономерс», а в статье в украинской СМИ ещё в сентябре. Я говорю о безнаказанности российских ударов ввиду колоссальной асимметрии дальности к нему воздействия. У нас дальность воздействия была 80, но теперь она 160, слава богу. Но у русских, если считать дальнюю авиацию, работающую с Каспийского моря, откуда это до 2000 метров, эта безнаказанность и дальность позволяла осуществлять вот эту программу по сути геноцида украинского народа. Но мы с вами обсуждали мою идею, собственно, не моя идея, это идея коалиции Виллинг и изначальная идея Бориса Джонсона. И она активно обсуждалась в последние недели, что, ну, раз Запад не готов к передаче таких дальнобойных средств, которые могут наносить удары по российской территории, в целом, Запад, НАТО, то, может быть, воспользоваться идеей Coalition of Willing, коалиции тех государств наиболее продвинутых, которые к этому готовы. В данном случае я имею в виду Британию и Украину. Британия имеет ракеты, крылатые ракеты воздушного базирования до, там, 800 или даже 1000 километров, но спокойно достигающие Москву, в любом случае, с том шейду тень шторма. А Польша имеет самолеты, российский МиГ-29, который она в несколько месяцев собирается передать Украине, какие-то бюрократические процедуры НАТО ее удержали, на которых, которым даже специально разработали узовые крепления для этих британских ракет. То есть, теоретически, Британия и Польша могла предоставить эти средства. И на следующий день Украина могла сделать заявление, что у нас есть средства, крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут достать любую точку европейской территории Российской Федерации. Мы не собираемся уничтожать российские города, но мы предупреждаем, что если эти варварские обстрелы против украинских городов будут продолжены, мы нанесем, используя же вашу терминологию, удары по целям двойного назначения энергетической и логистической структуры города Москвы, например. Идеальный город. Да, генеральный штаб Российской Федерации прекрасно видел эту возможность. И немедленно водрузил на крышу своего здания систему «Панцирь». И наш замечательный военный эксперт Михаил Ходоренок, ну, в общем, такое лицо и голос генштаба, он посвятил свой очень большой спич такой, произнес, о том, что это реальная угроза, и мы должны понимать, что... И назвал эти самые ракеты. То есть все это обсуждалось в очень практическом плане. Вот я думаю, в последние дни украинское политическое руководство приняло такое решение отказаться от этой возможности. Ну, преимущество ее вы понимаете прекрасно, мы с вами только сейчас обсудили. А недостатком ее было бы, ну, как бы некий вызов нашему самому главному американскому союзнику. Ну, и я уверен, что в ответ на согласие на такую формулу, любые вооружения, не наносящие ударов по России, мы решили все вопросы поставки вооружения для победы. И вот эти GGLSDB, и танки, и самолеты, то есть все, вот такой был совершен размен. Ну, с того, и война есть очень непростое дело, приходится принимать очень непростые решения. Ну, вот если бы нам с вами 24 февраля сказали, что через год Украине будет передаваться вот все, что ей сейчас принято решение передавать, мы бы в это не поверили, я думаю. Все происходило на наших глазах. Так что я считаю, этот результат больше, чем мы могли на них надеяться. Главное, что это результат, обеспечивающий победу Украины. Ну, придется какие-то другие средства борьбы для защиты наших городов находить в оставшиеся 2-3 месяца до получения этого набора оружия победы и разгрома российских оккупантов. Ну, кроме того, я хотел бы обратить внимание на два обстоятельства. Мы взяли на себя обязательство не использовать американское оружие для нанесения ударов, но это никакие американцы не могут нам запретить собственное оружие. В том, что американцы накладывают ограничения, но они имеют на это право. Страна, предоставляющая оружие, она имеет право что-то сказать о том, как рецепиенты его будут использовать. Ну, Энгельс-то уже подвергнут бы ударами, а... где там Энгельс, там недалеко и до Москвы. Это раз. Ну, и второе, вы об этом сказали, это самое главное. Вот Крым не включен в это ограничение. А несколько месяцев назад это совершенно другой разговор был. Нам... нас предупреждали о том, что по Крыму нельзя ударять. В общем, я считаю положительным наш итог взаимоотношений с нашими союзниками. Мы получили оружие Победы. И только... Ну, что касается времени. Это, конечно, не полгода, но... Я думаю, что эти ракеты будут предоставлены, часть из них уже имеется. Но для достатки... Да. А, кстати, символичным был тот факт, что вчера физически уже первый первый леопард появился. И очень... Да-да. Канадский. Опять же, вот мы же говорим, что мы сейчас... Мы символов. Ну, Канада с ее украинской общиной, она один из самых продвинутых наших... Я думаю, Канаду можно поставить даже в один ряд вот с самыми нашими выдающимися союзниками, такими, как Великобритания, Польша и прибалтийские страны. Но если Польша и прибалтийские страны... Это понятно, это объясняется их близостью. Они гораздо... Просто кожей чувствуют ту угрозу, которую Путин представляет всему миру. Канада, это, конечно, прежде всего, знак громадной солидарности с украинским народом. То есть, в общем, весь этот армада танково-воздушно-ракетная в полном составе она будет через... Где-то к началу мая. К этому времени закончится мартовско-апрельская распутица. Ну и весь вопрос сейчас, может быть, второй, который мы, наверное, будем сегодня обсуждать. Я не знаю ваши планы. А что Путин может нам противопоставить? Вот окно, оставшееся у него, окно небольших возможностей. Да, Андрей Андреевич, вот прямо сейчас я мысленно задаю и практически задаю этот вопрос. Единственную вставлю ремарочку насчет Канады, что Канада нам отдала практически все, что у них было. Просто беда в том, что у них нормальный сосед, с одной стороны, а с другой стороны белые медведи. Там нет особо у них и пушек, и боеприпасов. Я просто к тому, кто не знает из наших зрителей, Канада еще в Южной Корее для нас покупала боеприпасы еще полгода назад, потому что у них своих уже не оказалось. Ну, они, ну так, наверное, для каких-то тренировок у них какие-то склады были, ну, или еще что-то. Но все это закончилось. И вот теперь, собственно, к вопросу. Путин был, как это, практически переродился в Сталина и отправился в Сталинград. На два дня Волгоград стал Сталинградом, а Путин Сталином. А потом он вернулся в Гитлера. На два дня обратился в Сталин, а потом вернулся в Гитлера. Андрей Андреевич, Гитлер, по-моему, ему подходит все-таки больше, но я не об этом. Просто это какая-то у них там в Кремле пантомима. То он себя с Петром Первым сравнивает, теперь вот вроде как со Сталиным. Тоже там кресты ему, кажется, к нашим границам. Ну, вообще, хочется сказать, Владимир Владимирович, вы, когда вот с этим надрывом это все произносите, то похоже немножечко на идиота. Потому что даже в ваших словах, ну, в смысле, в словах Путина, есть вот это вот танки к нашим границам. Ну, так к вашим границам танки. Они же не пересекают ваши границы. Товарищи российские патриоты, идиоты и все остальные. Но там, среди прочего, вот у него, когда он там грозил, Кузькина мать, не разувался, конечно, а тогда снова пришлось бы ему в этой игре менять роль, но тем не менее. Он сказал, что если кто-то думает, что все закончится только бронетехникой, то он ошибается. Так чем он нас пугал, и особенно это смешно, когда вот эта фраза только бронетехникой. Такое впечатление, что он включил или эту, или Захарову, или Дуру, или кого-то он включил из этих вот, и они же используют все средства поражения. Так вот, да, действительно, Андрей Андреевич, я так вас перебил, но по сути, вы же вопрос задали, и что, и что там на болотах? Ну, это он вспомнил еще Эрдоганов, помидорами не отделывайтесь. Помидор он поменял на бронетехник. Ну, а Петь уже совершенно такое атовистический ядерный шантаж. Но ядерный шантаж для него был важнейшим инструментом. Он великолепно работал, ну, 15 лет. Почему Украину не приняли в 2008 году в НАТО и Грузии? Ну, потому что не надо провоцировать Путина, знаете, что, черт его знает, ядерной войной угрожает и так далее. Ядерный шантаж помог ему захватить 20% Грузии, грузинской территории, Крым, и Запад колебался. Он очень долго использовал инструмент, но мы же помним, что где-то в начале октября американцы наконец собрались и объясните, ну, нельзя же бесконечно отступать перед ядерным шантажистом. Они собрались и объяснили ему на персональном уровне, ну, мы помним эту историю, и Блинкин, и Селиван, чтобы не было, чтобы не было уже никаких иллюзий в Кремле, что вот разные, это разные точки зрения. Да, разные, но в вопросе ответа на ядерный шантаж они поговорили с своими контрапатами в Москве и объяснили, что в случае использования в Украине ядерного оружия все ждут, как один сказал, катастрофика, другой, террифика, последствия, а потом, можно сказать, отставные, генералы-дипломаты, объяснили, Ходжес, Фрид, Хербст, в Украине объяснили, что это будет. Это будет в случае ядерного оружия, во-первых, огневое воздействие НАТО, НАТО со своей территории, ну, просто испепелит и Черноморский флот, и российскую группировку на территории Украины. Но если какие-то там 20 хаймерсов изменили всю стратегическую ситуацию на фронте и позволили перехватить инициативу украинской армии, то что сделают там сотни томогавков по десятке самолет. Ну, и кроме того, как вишенка на торте, Путина просто убьют, ему сказали. Вот. Можно начать с этого. Да. И этот язык он понимает. Ядерный тогда этот шантаж затих. Вы же помните, какие нарративы раздались из Кремля, очень интересные в начале октября. Первое, да мы никогда и не думали, ядерная война невозможна, как вы могли подумать, ядерной войне не может быть победителя, а второе, не менее, да нам и не нужно ядерное оружие, мы эту Украину гребаную, мы ее конвенциональным оружием уничтожим, превратим в каменный век. Вот завтра увидите. И 10 октября началась, октября, 10 октября начались обстрелы, уничтожения украинской инфраструктуры, которая продолжается до сих пор. А теперь он, а вы обратите внимание, кому он грозил, он Украине уже больше, да, и в чем смысл был этой кампании, но они не скрывали, мы начали с этого нашего передачи, что мы запугаем и заставим их капитулировать. Результат-то был обратный, это просто усилилась только ожесточенность и ненависть не только к Путину, к сожалению, и ко всей России и стремление уничтожить врага. Поэтому про Украину он уже забыл шантажировать, с Украиной он уже не связывается. Впервые, вот в чем интересен его волгоградский или сталинградский шантаж, он западу грозил, ядерно, западу грозил, ядерно, он не вам грозил, вам бесполезно грозить, он грозил западу, то есть он совсем сошел с ума, он не понимает, он, они любят говорить, что мы сражаемся со всем НАТО, да если бы сражались со всем НАТО, вы не продержались бы несколько часов на территории Украины, вся ваша группировка, то есть это вот последняя выходка Путина, свидетельствует о таком, что его безумие развивается и прогрессирует. Андрей Андреевич, в этом отношении тогда хочется сразу задаться вопросом, ну вот все пишут, и западные СМИ, у нас тут военные эксперты говорят о том, что возможно очередное какое-то глобальное наступление Российской Федерации, я если честно, вот не знаю, хотел, может быть я выдаю желаемость действительно, я в это не очень верю, потому что если они 24 февраля как бы с этими, со всеми понтами зашли, их начали уничтожать и во многих местах они отошли, но тем не менее, вот как вы думаете, вот это вот наступление, ну тут логика наверное какая-то есть, пока не поставили все оружие, надо спешить, с другой стороны тут столько артиллерии уже, что любые эти наступательные действия, ну вот может так случиться, что мы отойдем из Солидара на какое-то время, и из Бахмата, но давайте не забывать, что они сколько уже год штурмуют этот город, и города нет уже, ну а тут какие-то размышления о глобальном наступлении, как вы вот оцениваете потенциал вот этот вот есть? Очень очень важный вопрос, очень уместный, до вчерашнего дня я отвечал следующим образом, но этот вопрос мне сняли каждый день, по-моему и с вами мы говорили эту тему прошлый день, когда говорили мне вот наступление, вот будет наступление, я говорю, что будет, оно идет, оно продолжается уже несколько месяцев, вот это ползучее движение на 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 Донбассе, ну они взяли в свое время летом еще Лисичанск, второй какой там город, Северодонецк, вот недавно уложив там громадная куча заключенных, ну уничтожив практически всех, там смертность этих заключенных 80%, они выложили всех заключенных, потом телами мобиков и взяли и взяли один из как бы пригородов Бахмута, ну и опять же, я повторял ваше слово, можно предположить, что они еще возьмут несколько зданий там на крае Небахмута, мы видим динамику этого наступления, ну это все наше, что способна сегодня российская армия, вот, я скорректировал свою точку зрения, что заставляет меня это сделать, ну во-первых, вот к этому хору предсказаний о грозящем весеннем наступлении присоединились западная разведка, ну открыто уже вот финансер тайм, другие ссылаются на, мы знаем все, американская разведка, мы знаем все сильные и все слабые стороны американской разведки, ну слабые стороны они продемонстрировали, предсказывали, что Киев будет взят в течение пяти дней, то есть к анализу глубокому, который, для которого необходимо понимание мотивации сторон стратегии войны, американская разведка не способна, но техническая сторона она глистящая, вы помните эти события за неделю до войны, ну каждый день нам американцы практически сообщали все то, что лежит на столах в бункере, там нет, мое объяснение ситуации там, да, кстати, они сорвали тогда несколько таких планов российских с двойным флагом провокации, химической войной, еще такого, у них нет там никакого Штирлица, но у них есть электронные видимо средства получения разговоров или я не знаю что, но они читают там бумаги на столе и слушают, и сейчас они упорно повторяют одно и то же, они упорно повторяют одно и то же, что вот в ближайшее время, а именно в феврале, мелькнула новая информация, наступление с участием механизированных колонн, то есть это не просто вот инструмент классический тропа меморк от механизированных колонн, второе обстоятельство, но казалось бы, русские уже преодолели вот эту советскую привычку брать там к торжественным датам, к 7 ноября и так далее, но ведь никуда не денешься, что официально назначено на 22 февраля очень долго откладывавшееся послание Путина федеральному собранию, и более того, объявлено, что вечером это дня состоится какой-то грандиозный митинг с песнями, плясками, выступлениями деятелей культуры, ну как обычно. Короче, давайте как деды у них, то есть, ну и с чем он должен выступить 22 февраля, о том, что вчера на окраине Бахмута взята одна изба какая-то, нет, он собирается, планирует во всяком случае выступить с чем-то более более масштабным. И, конечно, третье, в ту же сторону, третий аргумент, буквально вчера появились, я не знаю, в украинских медиа это уже нашел отражение, в «Медузе» и «Новой газете», так называемые утечки из генерального штаба. Утечка из генерального штаба, что офицеры генерального штаба работают над планом наступления в ближайшее время, опять же, вот где-то середина февраля. Опять же, упоминаются механизированные колонны, танковые атаки, но танков у них много, если считать все там со всеми танками 45-го года, которые там на складах есть, до 20 тысяч танков. Кстати, самые современные Т-90 почти все ликвидировали, но формально какие-то колонны можно создать. Вот, и эти утечки говорят о том, что офицеры, как подневольные, дисциплинированные солдаты, работают, но абсолютно не верят в успех этого наступления, считают очередной блажей Путина. Ну вот, это приводит меня не к утверждению, а к гипотезе. Мы с вами сейчас определили как бы основной тренд событий. Март, апрель это распутится, это трудно ожидать активных действий с обеих сторон, ну и кроме того, это время, которое потребуется Украине для получения этого арсенала победы. Вот, значит, остаются у русских сегодня какое нас, шестое, но вот дней 20 до конца февраля, тем более нужно, что так 22-й. Вот, я считаю достаточно серьезной возможность того, что Путин пройдет на какую-то авантюру, будет не просто продолжать телами мобиков продвигаться с улицы на улицу Бахмата, но какой-то вот такой попытку прорыва танковыми колоннами. Ну что, это просто изменит дату окончания путинского режима. Потому что в основном сценарии вот это наступление, которое начнется в мае-июне, оно приведет где-то в начале июня, ну, вы знаете, у меня есть любимая дата, конечно, мистическая, не символическая, мистическая, 31 мая 2023 года. Это ровно 800 лет битвы по накалке, так что окончить восьмистолетняя ига империи Чингисхана, Орды, Усад, Ждущей, Московии, Московии, империи Романовых, Советского Союза и Российской Федерации. Это непрерывные линии, непрерывные линии политической системы, диктуемой Яса и Чингисхан. Это было бы, конечно, очень красиво. Вот. А это передвигается на два месяца. Если Путин пойдет на эту авантюру и она окончится 22 числа громадным крахом, то, мне кажется, произойдет неизбежное явление внутри бункера. Мы видим, вот, и по этой утечке, о которой я же говорил, ну, и по более серьезным событиям, виден конфликт между фюрером и генералами. Но это конфликт в любой фашистской системе. Когда система терпит поражение, возникает вопрос, кто виноват, фюрер или генералы. Так было у Сталина, так было у Гитлера. Оба они решали этот вопрос радикальным образом. Сталин расстрелял в июле 41-го года там 50 генералов во главе с Павловым. Генералы делали несколько попыток очень серьезных было свержения Гитлера. У нас то же самое. И это началось где-то уже весной прошлого года, когда Путин спустил с цепи своих псов Кадырова и Пригожина, которым было поручено дискретировать максимальное высшее руководство военное и Герасиму и Шойгу. Они требовали их отставки, требовали послать их босиком на фронт искупать вину солдатами. Называли там нехорошими словами всякими, мы не будем сегодня повторять в нашем эфире, чтобы внушить глубину народу вот эти сорвали план Пюрера. Они виноваты. Но вот еще раз повторю, я настойчиво повторяю эту мысль о том, что оценку свою, на мой взгляд, с 10-го в ночь с 10-го на 11-е января в бункере Путина произошел мини-военный переворот, когда генералы Герасиму и Шойгу заставили Путина сместить назначенного им близкого к Пригожину, они еще в Сирии там на военных преступлениях вместе с Близей сошлись, и, собственно, Пригожин его и содержит, кроме того, генерала Суровикина, и вернуть к руководству армии Герасиму. Это, я подчеркиваю, за всю 23-летнее правление Путина, это было первое его серьезное аппаратное поражение, которое показало силу вот этого генеральского сообщества, ну и непримиримые противоречия между ними. Я думаю, я всегда это полагал, что вот заявление в начале войны сенсационное генерала Ивашова и полковника Ходоренко самым резким образом критиковавшие планы полномасштабной войны с Украиной, они были не случайны, это генерал-полковник, они выразили господствующую в генеральном штабе точку зрения. генеральный штаб отложился на все случаи жизни, чтобы в решающий момент сказать, что мы же, во-первых, в тот момент, когда поражение будет ясно всем, сказать Путину, мы же предупреждали вас, Владимир Владимирович, она совсем на крайний случай, если уж так пойдет, что они как Кейльт или Йольт окажутся на камье военных преступников, трибунала, и над ними виселица замаячит, они тоже закричат, что вот рассмотрите, это же мы, это же мы предупреждали, мы все, что могли сделать, хотели предупредить, поэтому это противоречие существует, и оно сыграет или через два месяца в результате успешного наступления украинской армии сразу же после падения Мелитополя, это самый такой базовый сценарий, или, ну, что сегодня кажется почти невероятным, но если это вот эти три признака, которые я перечислю, они свидетельствуют об этом безумии Путина, его готовности броситься в какую-то танковую атаку, они, вы правильно сказали, для танковых атак у нас нет еще ресурсов, но артиллерии для нанесения поражения в случае этой неприготовленной наступления достаточно, и этот сценарий выяснения решающего отношения, выяснения отношения в бункере между генералом Фюрера может неожиданно сблизиться, сократиться, приблизиться и произойти, ну, чуть ли не в годовщину начала вот этой преступной кампании, вот так я вижу сегодняшнюю ситуацию. Андрей Андреевич, мне тут просто сразу хочется нашим российским пока еще агрессивным соседям сказать следующее, ну, то есть, если будут какие-то там танковые, нетанковые прорывы, тут же вопрос в чем, что 24 февраля, ну, это же все равно армия, которая позиционировала себя как вторая, то, что россияне смертные, нужно было осознать до конца и нам, и им, соответственно, то сейчас вот любые попытки такого плана, при том, что нет господства в воздухе, они закончатся сотня или тысяча трупов российских солдат, и тут они же теперь будут стрелять сразу при попытке движения, что это очень важно, потому что тогда, как группировка зашла на территорию Украины достаточно глубоко, сейчас такого соответственно уже не будет, но вопрос у меня такой, вот, когда мы вспоминали о Пригожине, я, соответственно, сразу подумал о Гиркине, потому что у них какая-то очень такая душевная настройка, такое душевное общение с друг с другом, потому что Пригожин хочет пописать на Гиркина, на белого офицера, я вот думаю, это же значит ли это, что Пригожин не читал книжки Пушкина и Достоевского, но дело тут не в этом, а в том, что Гиркин в одном из своих эфиров, наверное, впервые заявил о том, что Путин не может себе позволить массовую гибель российских мобилизованных граждан, потому что это несет политические риски внутри страны, а здесь я вот абсолютно убежденно говорю, здесь их просто убьют, вот, их просто убьют, а если они пойдут в атаку шашки на голову, просто это произойдет быстрее и будет прожарка и Вэлдан, и полусырое, как будет разное. Ну, вы правильно сказали, что Пригожин писает на Геркина, но послушайте, какой масштаб, падение масштаба, еще полмесяца назад он писал на Герасимов и шоу, согласитесь, это несколько разные цели, что свидетельствует о том, что Генштаб, в общем, взял власть в свои руки, я еще раз наставил на том, что это был мини-военный переворот и, собственно, репетиция, репетиция решающего переворота, когда генералы ему вспомнят все. И смотрите, как изменилось поведение другого такого русского, «enfant terrible», кроме Пригожина был же и Кадыров, который также требовал расстреливать и Шойгу, и Герасима, и посылать на фронт, обратите внимание, как удивительно изменилось поведение, во-первых, Пригожин стал писать не на Герасима, а на Геркина, что не на красного офицера, а на белого офицера, если хотите, а как изменилось поведение Кадырова, он поразительную речь произнес, героическую речь о том, как мы героически, весь чеченский народ сражался с этими проклятыми русскими собаками, наверное, на чеченском языке это так и звучало, но мы видели, нам доступен только русский, и вот нас предали, этот проклятый Запад нас предал, и Украина нас не поддержала, и мы вынуждены были, мы вынуждены были, как бы там, пойти на какое-то соглашение и так далее. Кому он это обращался? Он обращался к своему населению, к своему, ему сейчас нужно удержаться у власти в Чечне, и для этого про имперские амбиции русские, про войну в Украине он уже забыл, он, да он всегда с самого начала вот эту армию свою создавал, он понимал, что в поствоенную постпутинскую эпоху, во-первых, у него две громадных опасности, во-первых, он держался только на личной унии с Путиным, а все силовики его ненавидят и убили бы его в первый день, а во-вторых, немало, а может быть даже большинство членского народа вовсе недовольны было вот этой унии с Путиным, которой он договорился, и у него там масса смертников, так он к ним обращался с интереснейшим аргументом, обратили внимание, он как бы оправдывался, почему, но зато, вы понимаете, во-первых, он им говорил два аргумента, во-первых, я вас спас от уничтожения русским, а вот так, смотрите, я же с этих русских собак взял громадную дань, и он очень долго перечислял все свои, вот это, 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 он уже, это речь, обращенная к его, к его, не избирателям, а к его согражданам, чеченам, он же вступил в ту решающую борьбу, смертельную, за сохранение его, как руководителя независимой Ичкерии, и как за сохранение Ичкерии, именно, как независимой от русской империи государства, вы видите, как меняется поведение ключевых, ключевых персонажей, они же лучше нас с вами информированы о всех тех течениях, настроениях, движениях в российской верхушке, и все это, все это говорит об одном, ну, я не, я не ждал этого, но может быть, и вы не ждали, но может быть, Путин принесет нам такой неожиданный подарок в дню советской армии, то есть он свою политическую смерть отодвинет на 2-3 месяца вперед, это будет результатом, это единственный, ну, может быть, даже мы, не стоит нам этого говорить, может, там в России, не дай бог, какие его советники ему расскажут, что вот смотрите, Сымбалюк и Пьянковский уже радуются, как Россия будет разбита в этом туристическом наступлении, но реклазит уже отдан, я не знаю, принесет, доставит ли он нам такое большое удовольствие или нет, потому что, конечно, это спасло бы десятки-то из жизней, иначе нужно ждать еще 3 месяца под уменьшившимся, но тем не менее достаточно серьезными российскими воздушными ударами, но каждый день, мы говорим о гибели мирных жителей, а что вот так, сценарий, концовки, примерно все фигуры расставлены, и Генштаб, и Путин, и Запад, и Украина, только или финальная партия будет в мае-июне, что наиболее вероятно, или вот, извините, буквально на днях. Андрей Андреевич, а вот все-таки вот эту мысль, которую Гиркин первый все-таки проговорил, а мне кажется, ну, он хоть и преступник, но он точно, опять же, не идиот, он первый говорил о необходимости проводить мобилизацию, и она прошла, и вот этот вот тезис о том, что это несет политическую смерть российских солдат, мы уже не разбираем, тут они мобилизованы или нет, что это несет внутренние риски для режима, это соответствует действительности или нет, потому что, ну, любят на болотах хвалиться тем, что для нас нет неприемлемых потерь, мы можем уложить трупов столько, сколько... Уложить они могут, вот только эти трупы не готовы так уложиться, вот в этом я все время подчеркиваю, ну, правильно, конечно, очень удручайшее представление производит российская сцена, ну, сотни, десятки, тысячи, тысячи героев, активистов, которые выступают с антивоенными пикетами, да и заблоги их уже хватает, но основная масса, она нет, базы для массового военного движения, но нет и фашистской базы энтузиазма, вот, где добровольцы-то? Вот все придурки с имперскими комплексами или просто садисты, живающие, они все уже перемолоты, они пошли, эти моторылы, вот, с окраинных российских автопомоек, они, большинство из них пришло туда, вы их перемололи за, вот, прошедшие, прошедшие восемь лет, поэтому, не случайно, Геркин прекрасно знает ситуацию, вот, массовую мобилизацию, ну, решится-то он решится, но она просто рухнет, умеет, ну, те же, те же русские обыватели, которые, да, готовы, готовы посмотреть в телевизор, как там, вот, какая-нибудь, так называемая липовая мать погибшего выступает, вы знаете, Валерий Ильич, мой сынок-то, молодец какой, он еще в шестнадцатом году выскочил с окопом, с криком, братва, давай, руби хохлов, мачивство укропов, мачивство укропов, да, да, и Путин ей ответил, вот видите, какой, вы должны быть счастливы, вы должны, вас, нет, он ей замечательно ответил, ваш сын мог сдохнуть, как алкоголик, а он, а он умер за меня, вы понимаете, мамаша, какое, какое счастье, какое счастье, вам выпало, так вот, нет таких, нет, посмотреть по телевизору, да, как вы сказали, укропов, рубить, рубить укроп, рубить укропов, ну, пойти-то, идти-то никто не хочет, поэтому, наверное, Геркин прав, ну, тем более, тем более, это могло подтолкнуть Путина на, не ждать еще там, миллионы, сейчас он настрогал каких-то мобиков, там, по оценкам 300 тысяч есть неиспользованных, вот, эти три обстоятельства, данные американской разведки, утечки из генштаба, назначенные на 22-е, такое патриотическое действие, говорят мне, что есть довольно серьезная вероятность, что он бросится в эту авантюру, и резко приблизит свою гибель и разведку. Будем исходить из этого. Андрей Андреевич, если позволите, еще один вопрос, который касается Нафтали Беннета, это бывший, уже бывший премьер-министра Израиля, который дал такое странное интервью, что, ну, якобы, оно как-то так подано интересно, что вот он договорился за то, что Путин не будет убивать Зеленского, и как-то он так это сформулировал, что, мол, после получения тех гарантий, Зеленский поднялся из бункера в кабинет, и записал какое-то обращение. Ну, мне кажется, наш президент на свежем воздухе проводит времени достаточно, и частенько общается со своими и подчиненными, и, в принципе, с гражданами на улице, а не через скайп. Ну, тут просто достаточно хронику посмотреть. Но там вот был такой момент, что вот он говорил, что я, товарищ Беннет, господин Беннет, непонятно до конца, пробовал быть посредником между Украиной и Российской Федерацией. И на каком-то этапе западные страны решили, что нужно победить Путина на поле боя, то есть на земле. И вроде складывается впечатление, что это страны Запада виноваты в этой войне, в ее кровопролитии, в дальнейших событиях. А мне кажется, что тут где-то порылась собака. А что, кажется, вам? Ну, вы знаете, есть такой мем. Вот, вы знаете, у Робиновича несчастье сына-алкоголик. Это такая редкость в еврейской семье. Так вот, вы знаете, премьер-министр мудак, это такая редкость в Израиле. Но это пает. Это совершенно случайный человек, совершенно случайное обстоятельство. Но это долго рассказывает, там упорная борьба последние годы идет между Натаньяху и его противниками. Вот это человек, не имеющий никакого политического опыта. Он был назначен в качестве такой искусной комбинации врагов Натаньяху с партией, которая на выборах там 3% получила такой фигуры премьер-министра. И он был ненецким. Но это абсолютно позорное выступление. Это какой-то детский сад. Он рассказывает, в основном он рассказывает, какой он великий. Вот как он разговаривал с Путиным и с Джонсоном, и с Макроном, и с Байденом, и с Зеленским. Он придумал великий план. Он придумал выход из ситуации. Вроде бы были близки договориться, но точкой прикновения был вопрос о гарантиях безопасности Украины. Украина наставила на членство НАТО. Путин патриотически не соглашался. И он говорит, даже вот так вот же, я подумал вот своей еврейской, премьерской головой и придумал. А вот пусть будет как в Израиле. Пусть, давайте, пусть Украина создаст такую свою армию, которая она самостоятельно, без всякого, НАТО сможет себя защищать. Ну, это вот такой уровень. Это... Он там не сказал про границы, потому что на тот момент часть территории Украины была оккупирована и продолжает быть оккупироваться. Да нет, но это... Он абсолютно человек не в теме, никогда не занимался внешней политикой, ничего. Ну, Путин разводил его, конечно, элементарно. И, кстати, даже этот пятичасовой поток этого идиота, клянет, такая редкость. Например, мудак для Израиля, конечно. Ну, он был несколько месяцев, но все равно в историю войдет. вот, но российская пропаганда исказила. Он знает, там что-то было про Запад, но основной это вывод, его был другой, можете найти, это есть в интернете. Ну, он говорит так, мы... Он правильный, кстати. Мы, говорит, были близки, ну, ему казалось, что вот так, он великий, они... Мы были близки к решению, но потом случилась Буча, Ерпень, ну, и вы понимаете, после... Это действительно близко к истине. О чем-то, на какие-то уступки, ну, по крайней мере, готовы были о них разговаривать. Украинская сторона, но после Буча, Ерпень, никаких разговоров с русскими быть, конечно, не может. Эта позиция сохраняется сегодня. Так что, ну, это маленький такой эпизод, не несущий никакого серьезного значения и не бросающий тень на наших, на наших западных союзников, тем более мы знаем, как общаться с западными союзниками. Для этого не нужны воспоминания Беннета. 16 июня приезжали три крупнейших западных союзника, президент Драги, канцлер Шольц и президент Макрон. Ну, вот они примерно предлагали то же самое, о чем Беннет рассказывает. Прекращение огня и длительные переговоры о спорнете. Вы знаете, куда их послали, куда русский Король послали. 5 ноября с чем-то подобным приезжал Стелливан, ну, как бы один из лидеров вот этой группировки непроженцев. Туда же его послали, туда же его послали. Посмотрите пресс-конференцию итогового Ермака и Стелливана, где он ставит Стелливана на место и заставить вопрос, заставляет его повторить форму уже принятого 12 октября заявления Большой Семерки, а я ее уже называю Большой Восьмеркой, что единственное решение способ достижения мира в Украине это полный, полный вывод российских войск со всех крупных территорий. Это официальная позиция Украины. И сейчас геополитическое положение Украины совершенно другое. Еще раз процитирую человека, которого так долго ненавидели и заслуженно в Украине это Генри Киссинджа, который сейчас на пороге столетия перезевает какую-то свою десятую политическую молодость и нашел мужество признаться в своих ошибках. Он сказал вот вся моя политика, которая придерживалась нерасширения НАТО, филинизация, нейтральный статус. Я это делал, стараясь превратить войну, оказалось, что именно это и привело к войне. И поэтому он там сформулировал более ярко, чем кто-то другой на Западе, в чем основной геополитический итог 22-го года. На карте мира появилась новая великая держава Украина с самой большой эффективной армией Европы. Так как вот эти державы, какие-то бенеты, хуенеты и могут вообще там диктовать, что она должна сделать, на что она загрошается. Забудьте об этом эпизоде, а еврейский народ долго будет вычеркивать из своей исторической памяти пятимесячное премьерство такого клинического мудака. Андрей Андреевич, я со своей стороны хочу напомнить, что когда отправляют по курсу движения русского военного корабля, это очень опасно, это в некотором роде проклятие, потому что когда корабль доходит до этого места, он уже никогда не возвращается. Такие люди, как Владимир Путин, боятся даже вслух сказать слово сочетания «Ракетный крейсер Москва», потому что мы его утопили вместе с командой, и так будет с каждым российским военным, он на земле украинской или в украинском море. Друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, Андрей Андреевич, я благодарю вас за, как всегда, оптимистичный, но реалистичный эфир. Спасибо вам. Спасибо вам. До следующей встречи. До свидания. Продолжение следует...